Экстремальный привет, бро! Ну что ж, наступает лето, а значит можно говорить о скейтбординге. И в этом видео я хочу рассказать о самом-самом начале. И сегодня мы просто будем учиться стоять и ездить на нашей доске. Тут главное заложить хорошую базу, ведь многие новички сразу бегут и начинают учить трюки. В итоге в дальнейшем они у них получаются неуверенные. Ну что, пойдем учиться? Итак, почему же многим в самом начале сложно стоять на доске и держать баланс? Ответ на этот вопрос достаточно простой. Зачастую большинство людей встает на скейт изначально неправильно. Поэтому стоит поговорить о расположении ног. И конечно, сначала необходимо определить, какая нога у вас будет впереди, а какая позади. Понять это довольно несложно. Постойте с левой ногой впереди, постойте с правой. С какой вам удобней, стой и учитесь. Поставьте переднюю ногу практически сразу у болтов. Когда мы будем отталкиваться, она у нас смотрит по направлению движения. Можно сказать, стоит прямо. И только после того, как оттолкнулись и поехали, можно сказать, разворачиваем ее. Заднюю ногу ставим на изгиб доски. Поначалу не набирайте большую скорость. Просто привыкайте к этим движениям. Отмечу важный момент. Отталкивайтесь именно задней ногой. Если вы будете отталкиваться той ногой, которая стоит впереди, этот способ называется монго, то это будет очень неудобно и в последующем вам придется переучиваться. Во время движения важно, как вы стоите. А то есть, ваши плечи можно сказать параллельны. Передней части доски она называется нос, и задней части она называется тейл. Ваша задача привыкнуть к такому положению. Многие разворачивают свое тело и, естественно, не могут стоять уверенно. Также баланс будет сложно держать, если у вас сильно ослаблены подвески, а то есть доска очень легко наклоняется из стороны в сторону. Исправьте это, затянув гайки. До того уровня, на котором вам будет комфортно. На скейте легко поворачивать, наклоняясь в ту или в другую сторону. Но для уверенной езды необходимо выучить резкие повороты. Осваивайте их, когда вы более-менее будете стоять на скейте. Здесь у нас в основном работает задняя нога, она, можно сказать, рулит. Необходимо перенести на нее вес, чтобы передние колеса оторвались от земли. И разворачивайте скейт. Сильно переносить вес на заднюю ногу не стоит. Учитесь сначала на месте, вам нужно прочувствовать эти движения. После начинайте их учить при небольшой езде. Самое главное, чтобы при таких разворотах вы себя чувствовали расслабленно и спокойно. Ну и пару слов о торможении. Первым способом вы переносите вес на заднюю ногу и останавливаете скейт при помощи самой доски. Здесь самое неприятное, что задняя часть, она же тейл, будет стираться. Вторым же вариантом вы просто ставите заднюю ногу и останавливаетесь с помощью нее. И здесь уже будет стираться подошва вашей обуви. Но все же этого можно не допустить при небольшой скорости. Главное, не спрыгивайте резко полностью за ски. Учитесь всегда ее контролировать. Ну и напоследок, не спешите бежать, учиться трюкам. Катайтесь как можно больше и просто привыкайте. Научитесь держать скорость и контролировать скейтборд на ней. Катайте возле дома, по городу, в скейтпарке. Когда вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно, тогда будет обучение трюкам намного проще. Делайте ставку на качество, а не на количество.